Всем привет! Вы на канале о обыкновенной жизни на необыкновенных Филиппинах. И сегодня я расскажу вам о филиппинской еде, а именно как засолить банус или милкфиш. По-моему, это самая распространенная и доступная рыба на Филиппинах. Стоимость бануса в наших краях от 180 до 200 песо в зависимости от размера. И его можно не только жарить с луком, варить из него уху, но и очень вкусно солить, о чем я вам сегодня и расскажу. Все, что вы сейчас видите на экране, приготовлено из бануса. Кстати, на гриле он тоже получается очень вкусно. Из плюсов пандемии в наших краях явилось то, что филиппинцы перешли на развозную торговлю. И вот сейчас я утром заказала рыбу, заказала банус, и сейчас мне его привезут прямо домой. Рыбой торгуют наши соседи. Причем рыба у них свежайшая, гораздо свежее и дешевле, чем та же рыба на рынке. Я угостила соседку, прежде засоленной рыбкой и свежеисвеченным хлебом. Бангус и русский хлеб. А, окей. Ты попробуй. Спасибо. Позвольте смазать мне. Найс ворноу для вас. Окей? Пока. Спасибо. Итак, начнем. Перед засолкой я всегда промораживаю сутки рыбу в холодильнике. Морозить рыбу перед засолкой или нет, дело ваше. Но не забывайте, что мы находимся в тропиках, а многие виды паразитов погибают только при глубокой заморозке. Как только наша рыба начала размораживаться, из нее необходимо приготовить филе. Именно вот в этом состоянии, когда она только-только начала отходить от холодильника, сделать это наиболее просто. У нас этим делом занимается Костя. Я не очень люблю возиться с рыбой, а он делает мне тушку, так как она нужна для засолки. Кстати, по поводу того, Костлявый лимонус. Ну, костей в нем, я считаю, не больше, чем в обычной селедке. Для приготовления маринада в кипящую воду в пол-литра я добавляю 1 столовую ложку сахара, 3 столовые ложки соли, горошки черного перца, лавровый лист, гвоздику и 1 столовую ложку растительного масла. Все это кипятим около 3 минут и даем маринаду остыть. Кстати, если вы хотите, чтобы рыба засолилась быстрее, можно добавить соли больше. Для засолки рыбы я обычно беру самые толстые части ее тушки, а хвостики я обычно обжариваю с лучком. Остывшим маринадом заливаем наше филе и убираем в холодильник. Через сутки наш соленый банус будет готов. Это был первый способ засолки бануса. Продолжение следует... Второй способ засолки. Это все то же самое, только солим мы не филе, а нарезанные кусочками, стейгами сантиметра по 4 рыбки. Разница лишь в том, что чистить от косточек его придется в уже соленом виде. Кстати, брюшки у бануса очень жирные и в соленом виде, скажем так, на любителя, поэтому перед засолкой мы их срезаем и я их тоже обжариваю. А вот таким способом можно обвалять в муке сразу много кусочков рыбы. При следующем способе засолки стейки рыбы мы обваливаем в соли, складываем в контейнер и отправляем в холодильник примерно на 12 часов. После чего также заливаем остывшим маринадом и снова отправляем в холодильник тоже на 12 часов. Ну и последний способ. Вначале я проморозила кусочки нарезанной рыбы. Когда рыба начала оттаивать, я приготовила из нее филе. Вот таким вот способом. Кстати, как только рыба начинает отходить от холода, готовить из нее филе наиболее удобно. Готовленное филе ложим в контейнер и заливаем остывшим маринадом. Закрываем контейнер крышкой и убираем рыбку на 4-4 часа, но совсем не в холодильник, а оставляем его при комнатной температуре. При таком способе засолки рыба готова уже через 4 часа. Надеюсь, что информация, которую я дала вам в этом видео, окажется для вас полезной. Не забывайте подписываться на канал и встретимся на настоящих и вкусных Филиппинах! Субтитры создавал DimaTorzok